так вторая часть марлизанского балета мы начинаем подниматься еще выше было 1100 сколько будет выше я не знаю под нами нет господи нету катаются вот всякие лыжники сноубордисты видите на дорожках на вот этих я показываю внизу будет там ролики не знаю какой очередности розах утра весь горы все белее и белее и все выше и выше напоминаю для тех кто не смотрел ту часть или это будет одна большая не знаю цена билета на взрослого 1950 рублей если наркотические грибы они всегда были намного дороже вот такая красота белые-белые горы под нами снег это в честь нашей бабушки все построили хутор опять гудит смотри куда мы поднимемся не надо расслаблять мышцы просто страшно на нас закрытое пространство рядом кто-то спускается кто-то поднимается кто-то просто очком глянь куда мы едем просто гляди красиво говорите они про где перевалочный тут есть еще он дали ему или это последний не знаю походу так и все что мы поедем на самый самый верх уже но это кажется все же перевалочного нету параллельно как с нами спускаются лыжники сноубордисты опять же конфетки вам храбрые отважные кому дать конфетку или шоколадку давайте по шоколадку ну и горы конечно же шмель взлетая ругается материться говорит я выше 120 метров и так уже вот так и не пойму то ли он считает от уровня моря либо от детства от той точки оооо вот это ущелье да мак глянь это не надо это не я не хочу нет метров наверное 100 падать ну в общем как бы так мне не знаю так и страшно ну чё это делаешь скажи 99 метров а то ну я могу спать хотя бы двузначное число в общем как бы так там повыше уже включусь еще раз так на очередной перевалочная база после нее только только куда зачем нам куршавели да он с той хрени съесть ёшкин код если только на санках и почему-то белое все не коричнево света готовься готовимся к десантированию у нас банда очень большая еще выше сама продолжим так мы на высоте 1349 метров я так понимаю называется она высота это заповедный лес едем теперь на канатную дорогу кавказский экспресс умеренно температура воздуха на пике роза и кроза поднимаемся выше одновременно убывай такие специальные штуковины да и капиталистическая музыка кабинку можно набиваться восемь человек у нас как раз восемь повезло ну если кому-то вдруг нужны небоскребы на высоте рядом с москва сити пожалуйста есть телефончик так мы поднимаемся на самую сейчас будем подниматься на самую высокую точку данной дороги так мы едем на пик коммунизма ну роза фиг там самую высокую точку сколько там две триста триста двадцать два метра смотри какая панорама красивая сверху конечно вид замечательный очень красиво много снега там где-то внизу осталась вот олимпийская деревня вспоминаются все цветы в принципе летом когда тоже красиво ну когда зелени много да и орлы летают внизу мне понравилось может быть и шмей сейчас полетает тоже я просто вверх вниз и все тут уже право влево летать не буду уже а то он почувствует что под ним две тысячи километров в общем вот так вот тут и мама родная и господи просьба компанией роза хутор и как они там правильно называются иконки развешать по углу свечи сразу можно продавать там внизу чтоб вставили молебен заказывать сразу смотри какая окрестная гора достаточно крутовастенько конечно как кататься кататься такие дети там лет наверно по пять по шесть таких здоровенных вот сумасшедшие родители а также сумасшедшие родители конечно не волен как делать у детей уже в павлине как шуки есть такие участки как шуки все приехали это просто тут если еще раз выходить я останусь тут не мы не приехали нам дальше это особо спортивные люди которые эти да которые наверх на самые экстремальные тут короче перевалочная база еще одна вот где-то там вот японские смертники с высотой высоты там действительно больше чем 45 градусов лежит ну да он видно кто-то лежит на трассе все уже надо было нам ну а что так лежать то только раненый будет конечно попу раненый боец так именно лежит он даже не шавелится чуть выше еще один такой же боец лежит так встанешь сразу полетишь ну вот это и будут теперь до лета лежать ждать пока потай ой смотри ой смотри ой смотри мать тебе божья правда это ужас вот мы так высоко подняли что видно даже мать божья о господи вот смотрите катятся ребята не знаю видно алеша не качайте бутку эту ой мать не я не могу а вот хохлама поехала какая-то 8 марта кабинка называется а вон кабинка валяется не знаю видно вам или нет но вид на горы вообще классный вот так если бы я знала я бы в карантине летом поднимались летом не так так заросшие все ничего не видно было а тут прям все видно ужасно поднимайтесь летом я лет 5-6 назад давно а так об землю снег то лучше скользит не надо не надо нам лучше лучше ехать и домой я пойму я первый раз вообще в коляске был да мы сейчас в коляску сюда заходили в это магазин тоже так же забегали сейчас малыш вообще был в маске не сейчас будет самая структураная подъем а я думал иди твою мать но окажется все таки налево не ну какого хрена я то сюда поедал мать то про себя ничего не скажет кажется аааа ужас внизу он катается на рот не лучше лучше я спину не устрою тебе на спине вниз хочешь вниз выглядел парнишка вышел за проделы трассы спускаться будешь вниз смотреть нет тогда боюсь так что ты хочешь я хочу чтобы на место меня не кантовали ой 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 большой такой замерзший правда а вон острые горы вон 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 там дальше да ой 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 я не подумал а почему такая белая трасса коричневая должна быть черкашами на пьем ой 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 в общем смотрите понимаю что немножечко конечно искажает стекло вот это вот пленка но До пика коммунизма осталось метров, наверное, двести-триста. Кто-то ездил, смотри, что такое. Ой, столько ненормальные, как мы вот это и ездили. А кто на этом правда ездил? Да вон, смотрите, два горных. Они прям что-то там, ну они там два. Офигеть. Это снова бандисты. Блин. Блин. Два парня стоят, я не знаю, как два горных козлика, прямо туда залезли, не знаю, оттуда намахнуться, вообще ничего не стоит. Бля поехал. Не бля поехал, а ля поехал, бля поехал. Это прям в смысле этого трасса. Смотреть, конечно, отсюда прикольно. Маша, глянь вниз, там классно сейчас. Да и какой вриз, я вриз, что думаешь, кто-то мне капец пришел. Какого хрена я-то полезла на такую гору. Сидела в доме, плакала, вообще выигралась. Ха-ха-ха. Чувствовала, что мне будет страшно. Он так на меня глядел. Вот тут вообще уже. Да, да, да. Рано в этот желуд не попасть. Миша. Как будто в Мексере, знаете, будем идти. Ха-ха-ха. Тихо сидите. Смотрите, вершина горы. О, смотри, та гора. Как замерзла. Аж похоже на... Уши немного закладывает уже у меня. Угу. Ну я однозначно. Давайте еще нос побрызгаем. Мне нормально. Тут уже хорошо брызгай. Да уже все. Уже напиток. Тут уже не нос брызгать, а памперсы доставать. Дальше подъема не будет. Доставать или менять? Менять. Сейчас будем брызгать по другому. Памперсы меняем там наверху. В кабинке вроде бы наменять. Ой-ой-ой. Так мы поднимаемся. Вот-вот-вот. Уже все. Уже все. О, смотри, собака не ходила что-нибудь. Птица. Скорее всего волк. Волк перерезает. Птица, да? Да зацепляем. Высокогорный. А вот же козел какой. Ох ты емае, солнце какое. Оооо, это крыльчко. Смотрите. Вот это. Я приехал на Кавказ. Свет, ты готова? Ооо. Спускаться будет. На лыжи себе. Ха-ха-ха. Ты ж хотела? Ты ж хотела? Кто с ней выйдет? То есть быстренько. Я сейчас. Сугробы. Я не могу сейчас, когда скоро. Да-да-да-да. Сейчас. Сейчас. Все, ребята. Мы наверху. Всем пока. До следующего ролика. Следующий ролик будет здесь наверху. Прям на самом биге. Коммунизм, как я его назвал. Хотя бы или коммунизм. Всем пока. Наша фанда пошла на выход. Пока.